Девушки отдыхают Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Как говорил один из самых известных религиозно-политических деятелей в нашей стране, кардинал Мазарини, присядем и побеседуем. Спасибо за то, что вы слушаете Игорь Руженек, послушайте радиостанцию «Маяк». Хочется верить в любимую радиостанцию, верить, причем не безосновательно. Как обычно, в 7 часов вечера ждем начальника транспортного цеха Сергея Слоняна, и мы его таки дождемся. В 6 часов вечера подводим итоги. Шутки, никаких итогов мы подводить не будем. Просто всероссийский конкурс «Самый читающий регион» вступил в свою завершающую стадию. Скоро мы узнаем, какой самый завершающий регион, а потом поговорим о снах, о книгах. Журналист или ведущий, писатель, автор программы «Важная персона» на телеканале «Москва-24». И, я не побоюсь этого слова, легендарный человек для наших масс-минзи, Евгений Додалев у нас в гостях через 5 минут. Позвольте спросить, а вы-то зачем сюда пришли, собственно, вечерок скоротать? Вечер с Игорем Ружейником Дорогие друзья, не сочтите ни за грубу, ни за какую лезть. Хотя, если хотите, сочтите. С меня как с гуси вода. Для меня большая честь представить нашего сегодняшнего гостя, большая честь, потому что, если бы не он и не многие его коллеги, все лицо современных средств массовой информации России было бы и ныне. Возможно, я бы здесь не работал. Массовая информация. Евгений Додалев, здравствуйте. Добрый вечер. Вообще, сомнительное такое представление, потому что... Не нравится лицо? Председатель того, что лицо-то должно нравиться, оно, в общем, нравится не всем, и мне тоже, в общем, не нравится. А вам нравится, Игорь, лицо современных медийных ресурсов? Нет, не нравится. Не нравится лицо современных медийных ресурсов. Я заметил, что к жене относишься абсолютно нормально. И через 20 лет общения ты уже не смотришь, нравится тебе, не нравится, там какие-то глубинные вещи. Если бы вы мне задали этот вопрос лет 15 назад, лет 20, когда я начинал, начале 90-х. Я бы как-то более пространно ответил. Нет, не нравится. Ну, возможно, это старческое. Знаете, с женой это тоже очень спорный тезис. С женой тоже разные отношения бывают. К разным женам разные отношения. Справедливо, да. К разным семьям разные отношения. Но, знаете, если вам не нравится, ну, в той или иной степени вы не только продолжаете работать, но и открываете новые проекты, ненавижу слово проекты, новые программы открываете, или потому что вы все-таки не верите себе, что она вам точно не нравится, или пытаетесь что-то изменить к лучшему? Нет, я просто пытаюсь не замечать те вещи, которые мне не нравятся, и делать, как мне представляется, там, свое дело. О, вас всегда, кстати, причем кто-то обвинял, а кто-то, наоборот, говорил про вас, причем на протяжении вот последних 25 лет как минимум, что вы сам по себе, по-хорошему сам по себе. Кто-то обвинял в том, что вы не командный игрок, но в превосходной степени о вас говорили о том, что вы всегда знаете, что вы делаете. Ну, вообще говоря, конечно, медийное дело, оно дело коллективное, и вот быть эгоистом и одиночкой, это вот не дело в этом деле. Ну, это незавидная доля. Вот быть писателем, да, можно просто писать в стол в презумпции того, что потом какие-то поколения тебя обженят, а вот наша с вами профессия, она, конечно, предусматривает тесные контакты и взаимодействия с коллегами, и ощущение того, что мы делаем в общее дело, что мы единомышленники во всем. И там в начале пути, условно говоря, четверть века назад, в конце 80-х, перестроечные, цех журналистский, он был достаточно един в каких-то своих оценках, в геополитических оценках. В том числе, в общем, заметно, слово геополитика не существовало. Много терминов не существовало, но все были едины с одинаковым пониманием задачи, с одинаковым представлением о хорошем и плохом. Сейчас общество в целом и наш с вами цех, он, в общем-то, разделен, причем на достаточно такие, порой, конфликтующие лагеря. Полярные, да, в очень многих оценках. И, конечно, это не может не огорчать, потому что, когда ты понимаешь, что человек, который с тобой рядом сидит, или человек, который за камерой, оператор или редактор, с которым ты работаешь, я не про себя конкретно вообще, он не разделяет твоих установок, установок, ну, это невротизирующий такой момент, и это то, что меня огорчает. Подождите, давай, нет, не то, что подождите, когда мы говорим об установках, сразу базисные ценности. А пока вы не сказали слово установки, исключительно политика в голову лезет, и больше ничего. Установки и отношения к политике, ну, это разные вещи. Они сопряженные. Вы знаете, известная идея о том, что человек, который не занимается политикой, политикой даже не займется им, поэтому, к сожалению, вот этот момент нельзя игнорировать. Вышла новая программа. Новые программы, ну, скажем так, с серьезным политическим, не по текстам, а текстом, появляются не каждый день на нашем телевидении. У нас миллионы каналов. Центральных, метровых не так много. Основная доля и рейтинг приходится именно на них, но, тем не менее, у нас каналов много. И вот, тем не менее, политические программы появляются крайне редко. Конечно, многие наши радиослушатели, особенно, которые не знают вашего творческого и жизненного пути, на вопрос, зачем вы полезли в эти галеры, вот, на эти галеры, скажут, ну, что, на бабах дали, и все нормально, и все. Дорогие друзья, если вы так думаете про дуды, или вы думаете, вас ничего не переубедит. А я задаю этот вопрос. Программа, которая выходит на телеканале Москва-24, на Москве-24 вы работаете уже три года, важная персона. Ну, там не будут туда приходить акробаты. Скорее всего. Будут приходить совершенно... Люди довольно узкой профессии. Ну, в общем. Политик, в основном, называют тяжелое место. Да, да. Вот, какой черт вас погнал на эти галеры? Это, конечно, вызов для себя грандиозный, но тем не менее. Знаете, я думаю, что автор любого проекта, вот я употреблю слово... Я прошу прощения. Любой передачи, любого нового издания, он тоже сомнящийся, думает, что он делает что-то уникальное. Новое, да. Новое. То, что до него не делают. Иначе такой смысл, в общем-то, изобретать велосипед. Поэтому мы, я про мы говорю, про вот наш коллектив, мы тоже считаем, что это в чем-то новый проект. И в чем новизна? В том, что мы... Я прошу прощения. Знаете, когда первый сезон закончится, можно слово проект убрать. Хорошо. А пока пускай проект. Хорошо. Потому что хочется, на самом деле, и мне, и моим единомышленникам, скажем, тем, кто придумал этот проект, включая Игоря Шестакова, нашего руководителя, найти на самом деле то, что давно все ищут. Никак найти не могут. Это называется национальная идея. Ну, хочется ведь, на самом деле, как-то артикулировать, что это такое. Потому что у меня есть ощущение, что я как-то вот какие-то флюиды, какие-то вот что-то для себя понимаю. А сформулировать это, какую-то формулу, не могу. Слово, которое употребил наш президент, скрепы, оно очень часто используется в каком-то вероничном. Спекулятивном, спекулятивном всегда. Вот эти самые скрепы, это национальные, что мы и зачем мы, нужна ли русским империя? Когда я говорю русский, я имею в виду не атмосфер, я имею в виду людей, которые по-русски. Поэтому те люди, которые уже своей биографией, своей карьерой доказали, что они что-то в этом смысле понимают, ну, больше, допустим, меня и среднестатистического зрителя, помогут мне, помогут нам найти смысл. Мы вот затеяли проект в поисках смысла. Это очень сложно на самом деле объяснить гостям передачу, пока она не разогналась. Потому что они думают о том, что будет разговор об их карьере. Дорогие друзья, у нас разговор продолжится с Евгением Годоровым через 20 минут. Дорогие друзья, сегодня у вас у радиослушательной радиостанции «Маяк» в гостях журналист, писатель, телеведущий Евгений Дудалев. Вот сейчас ипостась, как автор программы «Важная персона» только-только программа стала выходить на телеканале «Москва-24». О поисках смыслов. Вы немножко некорректно боитесь, не боитесь. Вас не удивит, если вы найдете те самые смыслы, о которых даже не предполагали вот эти вот скрепы. Нет, это же будет достижение цели, поэтому оно всегда приносит удовлетворение, даже когда к моменту достижения этой самой цели понимаешь, что выглядит вблизище не так, как выглядело издалека, когда это было на горизонте. Просто мне кажется, что люди, которые отвечают за свои слова, а люди, обремененные различными должностями, они уже просто по определению очень осторожно, то, что называется, фильтруют база. Нет, фиг вытащишь через них, конечно. И поэтому мне кажется, что суммарные оценки, они помогут через какое-то время мне самому понять, что же такое национальная идея, потому что ее не может не быть, раз есть нация, должна быть какая-то идея. И, кроме того, мне представляется полезным вот взглянуть на галерею тех лиц, которые определяют и формируют ландшафт и внешнеполитический, и внутриполитический. Потому что часто ведь мы видим маски, мне кажется, что, может быть, удастся иногда что-то не разоблачать, такой задачей абсолютно не стоит. Я думаю, вам бы скучно. Да, вы же не желтые. Нет, я бы не сказал, что я не желтый, то есть, в общем-то, не без греха, мы просто не в этом формате и не сейчас, и не здесь, скажем так. Вот увидеть и для самого, и для себя мне понять, что, в общем-то, они тоже люди, те люди, которые решают судьбы других людей, что человеческое им не чуждо. Очень на это надеюсь, очень хочу это увидеть. Несмотря на то, что мы сейчас не обо мне говорим, а о вас, несмотря на то, что мне, в общем, тоже не 20 лет, я стараюсь учиться. Вот преподайте мне мастер-класс, и мне за честь это выслушать, как урок. А как их раскалывать? На котиках только? На котиках вам же самому уже скучно. Ну, котики, вы имеете в виду проект, который до этого в ежедневном режиме выходил на «Правда-24». И это тоже, но в меньшей степени. Котики – это был инструмент, то есть, кот, который присутствовал в студии, и мы предлагали приютских котов зрителям программы «Правда-24», это всегда был как бы достаточно удобный инструмент, хотя с кое-какими, конечно, отягощающими результатами. Здесь, мне кажется, очень важно иногда задавать те вопросы, которым не готов собеседовать. Вот относительно недавно беседовал с Никитой Сергеевичем Михалковым, не только потому, что был повод. — То есть, с ним всегда интересно беседовать. — Да, вот это человек, который делает, да, рейтинг всегда. И мне действительно было очень любопытно узнать, почему всегда, когда с ним беседуют журналисты, они спрашивают об Андрея Сергеевича, об Андроне, когда с Андроном, естественно, на нём, и никто никогда, ни у одного из них не спрашивает про их сестру Екатерину. И я понял, что этот вопрос застал врасплох моего собеседника. Он сразу перешёл на «вы». Вот это было сразу таком, как бы на «ты». — Да, это серьёзно. — Да, то есть я понял, что он почувствовал в этом какой-то подвох. Хотя подвоха не было, мне просто действительно было любопытно. Почему? Есть сестра, которая Екатерина, была замужем за Юлианом Семёновым. В общем-то, ну, персонаж, в общем, интересный. — Вам тоже интересно было, почему не спрашивают? — Мне было интересно, почему не спрашивают, да. — Да вы святой, вы святой просто. — Да, то есть я чего-то не знаю, потому что знают все. — Вы не знают, конечно, нет, не все. Просто когда в Википедию открываешь, там про Екатерину меньше всего. Вот поэтому не спрашивают. Это великий класс современной журналистики. Прошу прощения за хихикс. И что, он раскрылся после этого? — Нет, нет, наоборот, он подумал, что... То есть я понял, что я куда-то наступил на какое-то вот... Почти наступил на минное поле. Видимо, что-то там есть какие-то... Просто дело в том, что ведь Михалковы, как они сами говорят, они же опрационируют себя как клан. Так вот, большая такая семья. Ну, казалось бы, вот здесь почему бы... — Не должно быть секрет. — Да. Ну, или если есть секрет, то, значит, вот можно это оговорить. Я всегда, кстати, спрашиваю у собеседников, есть ли какие-то табуированные темы. До записи, до разговора, что есть ли темы, которые мы не касаемся. И что любопытно, если там еще 2-3 года назад, когда начинался проект «Права 24», ну, стандартный был набор, я не хочу говорить про семью, про жену, любовницу, детей... — И как говорил не Миронов, а Фигара, обо всем остальном я мог писать с полной свободой. — Да, то есть сейчас, в общем-то, парадигмы изменилось. Сейчас не хотят говорить о Крыме, об Украине, вот это болезненные точки. Но задавать такой вопрос Никите Сергеевичу, это бессмысленно, потому что он, во-первых, по определению, как актер... — Во-первых, это слишком рейтингово, вот такой вопрос Никите Сергеевичу задать. Это не ваш класс. — А во-вторых, ну, это глупо тратить время, разговаривая с режиссером, с великим режиссером. — С актером, который всегда играет, не будем забывать. Он всегда в образе. Отдает на себе в этом отчет или нет, мы не знаем, но он всегда играет ту или иную роль. — Жалко тратить время на вопросы, которые не имеют отношения именно к ним. — Да, потому что территорика такая вообще чистейшая. — Да, да, да. Ну, ладно. Все-таки, несмотря на то, что, допустим, если брать пример Никита Сергеевича, хотя это не пример, он один такой. — Ну, тем не менее. Все-таки это человек искусства. Вот. И не настолько заформализован, как люди политики. Я заформализован. У тех свой язык, у тех... Опять же, о семье их спрашивают, ну, как-то не принято. Ну, я не понимаю, как действительно, я действительно этого не понимаю, как вытаскивать личное. Мне в последнее время даже интересно, то есть перестало с ними говорить интересно о личном. — Я не пытаюсь вытаскивать личное. Я жду, пока разговор сам как-то коснется тех или иных моментов, которые нельзя не озвучить. Потому что мне интересно выбор профессии. Изначально образование человека. Почему он пошел в тот или иной вуз. И как он пошел до такой жизни, что стал председателем комитета государственной думы. Как правило, когда вот про студенческие годы говоришь, что там так или иначе всплывает и первая жена, или она же бывает и крайний, как сейчас можно говорить. — Я тоже ненавижу этот... — Крайний... — Только есть один политик с крайним. Крайний — это у нас десантник есть, руководитель партии «Справедливая Россия». Вот у него всегда был край. С вашего позволения мы прервемся. Новости спорта, новости и продолжим. Я с большим удовольствием сообщаю, что вечер сегодня не просто с Игорем Руженниковым, вечер сегодня с журналистом, с писателем. — Ну да, так уж получилось с одним из отцов современного телевидения. Да. — Ну хорошо, не надо. — Не возьму ответственность. — Вот, хорошо. С журналистом, писателем Евгением Додолевым мы говорим о программе, которую Евгений вместе со своими коллегами недавно выпустил на телеканале «Москва-24». Программа называется «Важная персона». Давайте все... Ну, мне хочется очень много вопросов задать не только об этой программе, но все-таки давайте мы с ней все сейчас закончим. Она пускай продолжается, мы будем ее смотреть. Мы закончим. Насколько вы вольны... Откройте кухню. Не хотите мне открывать? Нет, я не скажу, все это секрет. Насколько вы вольны в выборе персонажей? Понятное дело, что вы выбираете первую обойму. Вся первая обойма у нас властно-рукопожатная. Это понятно. То есть запретов быть не может. Но насколько вы вольны, кого приглашать, кого не приглашать? Я хотел бы, конечно, приглашать первых лифт. Но дело в том, что очень многие крупные игроки, они, услышав название «Важная персона», делают вывод, что будет разговор именно о этапах их пути. Не все готовы вспоминать комсомольскую молодость и какие-то эпизоды из биографии. Потому что даже те спикеры, которые очень охотно готовы говорить в качестве эксперта, дать оценку какую-нибудь, говорить о каком-нибудь законопроекте, сколько угодно, хоть вот те же 50 минут, сколько идет программа «Важная персона», они некомфортно себя ощущают, когда думают, что будут спрашивать о бытапах карьеры построения. А меня всегда завораживало это, потому что, когда общаешься, ну, что называется, в быту, ну, где-то встречаешь этих людей, нормальные все люди вроде бы все понимают, вроде бы и оценки правильные, и вроде бы ту же музыку мы с ними слушали и слушаем, и те же книги вроде бы читали и читаем. Меня вот всегда завораживало, почему, когда они собираются вместе, там, в Сенате, в Думе, они вдруг вот принимают, вот, иногда очень странный закон. И вот здесь выясняется, что никто из них не готов вот ответственности за эти законы разделять. Вот я разговариваю с Плигиным, который возглавляет комитет Государственной Думы по государственной строительству. Государственной Думы по государственной строительству. Да. Он, оказывается, даже не знал про закон о запрете реализации кружевного женского белья, который сделал очень... Это мой любимый закон, закон-проект. Он говорит, я вообще не первый раз слышу. Вот здесь выясняется, что вроде бы законы принимаются, а люди, которые эти законы как бы придумывают, то есть законы-то не всегда, про эти законы знают. Мне действительно это интересно. Это здесь вот я не уродствую, мне просто хочется понять, как это происходит. Что с ними происходит, когда они все вместе собираются? Может быть, какой-то вот этот эффект коллективного какого-то чего-то? Ну, вообще, на опасность в Тизю вступили. Они же вдруг... Ну, вот сейчас я буду юридствовать. А вдруг они все после вашей программы или появится что-то похожее, похожее, еще, 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 да? Немножко информационное поле изменится. Вдруг они поменяются? Ну, вы знаете, я думаю, что они просто... Человек, если он сделает карьеру на этом попуще политическом, он должен... Мы говорим о тяжеловесах именно. Тяжеловесы, да. Это люди, которые должны... Вот это то, что называется ветер перемен, они его всегда ведь... Ощущают до того... Более того, они иногда и генерируют, на самом деле, все эти движения воздуха, и не только. Да, 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 да. Я ведь исхожу из того, что все эти люди, они прекрасные интуитивисты. Они очень хорошо чувствуют собеседника. Выживаемость. Нет, мне кажется, что они, на самом деле, в большинстве своем, во-первых, те, с которыми мне приходилось общаться, они очень неплохие психологи, и, во-вторых, еще гораздо лучше психологи, чем я. Вы знаете, один из моих работодателей, олигарх, такой Сергей Родионов, издательского Родиона, он мне всегда говорил, Евгений Юрьевич, у вас второе дно сразу под крышку. Сразу его и видишь. И они, в целом, понимают мой настрой, что я, в принципе, любопытен, но доброжелательен, что у меня нет задачи что-то взять и как-то какой-то неожиданный удар нанести. Мне просто интересно, как это может быть, как это может умещаться в одной черепной коробке у моего собеседника. Я прошу прощения, я вчера и сегодня с утра пересмотрел несколько ваших интервью, но не из этой программы, а из программы «Правда-24». Вы знаете, у меня первая мысль какая родилась. То есть я-то знаю, что такое настоящий человек, что такое человек, который берет интервью. То есть не первый день замужем. Я так, опа-на, а ведь он доброжелательен. Вот то, что о чем я говорю. Спасибо. Нет, серьезно. Спасибо, потому что мне действительно любопытно. Я тоже прочитал. Мне любопытны люди. Вот мне вот любопытно, я думаю, ну как вот почему там. Я, допустим, считаю, что любой профессионал должен изучать профессиональные продукты, которые апробированы временем и рейтингом. И вот существует там, я не знаю, можно ли поменять в эфире «Дом-2». Ну, действительно, я пытался, по-честному, столько лет выходит, имеет колоссальный рейтинг. По чему? Зачем? Вот за счет чего я не смог, вот честно признаюсь, не смог досмотреть ни один выпуск, ни один эфир. Я тяжело, да. Отлетаю, ухожу в остров. Через несколько минут не могу понять. А я считаю, что вот здесь негоже становиться в позу, что я выше этого, что это нечто такое... Это смешно звучит, да. ...звучит низкое. Нет. Разобраться. Разобраться, понять. Вот за счет чего это там как бы цепляет. И поэтому, допустим, часто вот я беседовал с Бородиной из ведущей программы. Был настроен крайне вот к ней вот, ну, что она вот делает вот это. И я понял, почему. Потому что она очень искренняя. Она вот, то, что она делает, она это делает не ради гонораров, денег, не ради доли рейтингов, а вот просто вот она этим живет. И вот эта искренность, она очень-очень, на самом деле, значимый момент. Я вспоминаю, что на Кинотавре много-много лет назад сидели там на берегу и выпивали горячий кофе и прочее с музыкантами. И я спросил у Державина, который тогда только... Но еще не было. Нет, он уже был кавишником машины времени, он только-то пришел. И мы начали говорить про рок, про псу, про эти вещи. И я говорю, ну, как вот может быть, что вот там... Не плачь, Алиса. Да, вот это вот. Я говорю, ну, как вот это вот все, и вот там вот эти руки вверх. Ну, как вот, ну, почему столько народу вот это слушает? Ну, это же три аккорда. И вот он тогда вот это тоже, искренность. Вот когда это делается от души, это считывается. Это вот, это невозможно сымитировать и сыграть. И вот, а политики, это те люди, которые должны нас обманывать. Они должны считывать наши желания. Да, и делать вот то, что называется социально одобряемым. Поэтому я думаю, что те законы, которые, ну, допустим, меня удивляют, если не сказать слово, возмущают, они на самом деле, это некий запрос социума. Может быть, общество ждет, что вот именно будут вот такие там, не знаю, запрещены, кружевные трусы, допустим, или что-то. Ну, к примеру, да. Да, и мне, опять же, вот хочется понять, насколько это люди, которые себя ощущают частью страны, а не частью какого-то мирового истеблишмента. Так они генераторы национальной идеи или нет? Или они обслуживают национальную идею, которая сама генерирует? Ну, как, мы ее генерируем? А вот я не понимаю, что такое национальная идея. Я не понимаю, и мне кажется, что собеседники-то мои тоже, вот, они не готовы на эту тему разговаривать, потому что у них ответственность гораздо больше. Они что-то не то скажут, и для них-то это будет последствия, а для меня нет. Вы знаете, для вас может быть какое последствие единственное? Ну, как, многие познания, многие скорбы. То есть вы же можете как-нибудь за голову схватиться, господи, неужели это вот так вот оно и есть на самом деле? Ну, знаете, ведь периодически хватаемся мы все, я уверен. Вы за голову хватаетесь, мы растем, и опыт, к сожалению, вы знаете, что про опыт... Сын, по телевизору писали, в программе очевидно невероятная. Поэтому, да, это правда, меньше знаешь и лучше спишь. Спать хорошо не получается. Друзья, я вот уже Евгению сказал, что без всякой гордости, если я говорю, что у меня нет телевизора, вот, и все телевизионные программы, которые я хочу смотреть, я смотрю через сеть, я обязательно, поверьте, это не лез... Вот это точно не лезет, я буду смотреть ваши программы и смотреть, как вы доходите до понимания русской идеи. Хотя об этом вы говорите в эфире не будете, что вы поняли, что... или будете. Не знаю, вы знаете, вот, наверное, самый большой недостаток, я сейчас озвучу, что у меня никогда нет плана разговора. То есть у меня есть идея, о чем я хочу поговорить, но я... Нет, я готовлюсь к эфиру, я даже готовлю вопросы, потом, когда заканчивается время, я понимаю, что я задал из них только два или три, потому что беседа начинает жить сама по себе, и я цепляюсь за ответы. Поэтому на самом деле здесь больше речи об ощущениях, а не вот о четких формировках. Я даже не жду, что мои собеседники вот возьмут и озвучат вот тот или иной тезис. Я хочу, чтобы у зрителей сложилась какая-то картина. Я не примазываюсь к большим профессионалам, то есть если я дома считаю большим профессионалом, домом среди семей, я почему-то всегда тоже так считаю, кроме идей не может быть. Welcome to the club. Добро пожаловать сюда. Спасибо большое. Вы знаете, а время осталось немного, вот, вопросы, это не личные. Вы из клаба золотой молодежи. Когда мы говорим золотая молодежь, у нас исключительно, у нас в широком замятинском смысле мы, исключительно отрицательная коннотация. А так не посмотришь, вот именно золотая молодежь сделала практически весь наш бизнес современный, со всеми плюсами и минусами. Все наши СМИ, вообще всю нашу современную Россию. И те, кто остался на плаву, появившись в конце 80-х и 90-х, это представители золотой молодежи. Вы согласны или нет? В большинстве своем? Отчасти да. А почему? Стартовые условия лучше? Или потому что мозги у вас как-то по-другому были заточены? Или это одна среда? Нет, я думаю, что на самом деле, вот лично я это не понимал, и очень многие не понимали, но все эти процессы, процессы реформ, то, что называется перестройка, это на самом деле было решение элит. Это не... Это... И всенародное решение. Золотая молодежь, она, ну что ли, она... Принадлежность к элитам. Отпрыски, да. Нет, ну так же происходит во всем мире. Это же... То есть мы не изобретали никакого велосипеда. Так пора все-таки с термином золотая молодежь или ЗМИ снять вот ту самую отрицательную коннотацию. Нет, ну дело в том, что золотая молодежь советского периода... Советского, советского. Ведь это ведь тоже на самом деле среди... Я все-таки скажу, них. Ну, хорошо, хорошо. Были и романтики, и были люди. И все, конечно, были идеалистами и очень идеализировали запах. Все были убеждены, что как только упадет стена, как только упадет железный занавес, И все отлично. То, что, может быть, им от нас надо. Казалось бы. Время меняется. Сейчас думаем по-другому. Немножко, но немножко. Вернемся к нашему разговору через 20-30 секунд. У нас сегодня в гостях Евгений Боблев. Вечер с Игорем Бружейниковым. Мерсей Боблев. О политике, о программах, которые наполнены политическими смыслами. Тоже, кстати, мем «Смыслы». Это история «Смыслы». Прошу прощения. Вломент. С Евгением Додором я нес несколько вопросов, которые не имеют отношения к программе, которая сейчас выходит на телеканале 24. Напоминаю, друзья, называется «Важная персона». Кстати, справочная информация. День, время, выход. По субботам 18.10. Субботам 18.10. Я буду смотреть в записи. А, нет, я не в записи. Я, кстати, могу смотреть иже. Может, в субботу вечером будет смотреть что-то неразвлекательное. Мне кажется, что на самом деле субботний вечер – это немножко не время для каких-то разговоров. Люди хотят всё-таки на уикенд развлекаться. Я тоже надеюсь, что многие будут смотреть потом на портале. Я боюсь, что в последнее время люди вообще хотят развлекаться. Я с этим постоянно сталкиваюсь. Одна, две, три смс-чки, сообщения на WhatsApp во время, допустим, моих эфиров приходят. «Он да бронжон заработает, хочется позитива». «Позитив» – это телесериал «Менты, бандитский Петербург». Ну, всё, на меня не знаю. Вот, что говорит «Позитив». Я о «Позитиве», о развлечениях. У меня появилась идея. Я, значит, считаю, что, значит, вот с политикой мне пока непонятно. Я ещё не разобрался. Есть время. А вот с шоу-бизнесом нашим я считаю, что всё должно схлопнуться. Всё должно обнулиться. Меня к этому, то есть я долго подвигался, и тут случилось такое событие. Выходит новый альбом. Группа «Браво». Феноменальная абсолютно пластинка. Друзья, считайте за рекламу. Всё равно, в общем, без стук. Прекрасно записанная, прекрасная спета, великолепные тексты. При том, что я не очень люблю тексты на русском языке. Ну, великое... Захарич Фон Брауш прекрасные тексты написал. Разумеется, взлетает в русском iTunes, да? Где? Этого нет. Этого нет. То есть, если ты в iTunes заходишь, ты это увидишь. Если ты интересуешься творчеством легендарной советской команды «Браво», советской и российской, это ты веришь. То есть, мы в этом поле вообще не живём. Когда выходит какой-нибудь там пластинка какого-нибудь абсолютно неизвестного, там, я не знаю, там, Дилана, Пэтти, там, Клэптон, не знаю. Разумеется, за день до выхода, к примеру, у Латтермана появляется. Весь мир следит, ладно, весь мир, к примеру, вся Америка следит там за этим шоу. О, это, это явление культуры, это явление общественной жизни, да? Почему у нас так и не произошло? Вы знаете, я просто тут же всё-таки хочу ремарку. Допустим, есть Брюс Принскин, который вообще не был никогда ни в одном лейт-нат-шоу. Ни у Латтермана вообще не был. Он народный герой. Он, да, вот у него позиционирование, что он народный, что ему не нужно. Ему вот эти, он не Пугачёва, ну, в смысле, зокеанского образца. Так что это как бы не показатель. У нас тут тоже есть масса очень сильно гастролирующих артистов, которые не нуждаются в эфирах. И как раз, когда они вдруг появляются, когда вдруг неожиданно Костя Кинчев появляется в вечернем эфире, в телевизоре, как это принято говорить, это уже удивляет. Костя Кинчев не очень хороший пример всё-таки. Костя Кинчев появлялся на Красной площади перед Молодой Гвардией. Константин Кинчев, время от... Ну, нет, он появляется. И потом, это суперлегенда для нас. Не ходит он. Он крайне редко ходит. И есть такие исполнители, мне абсолютно непонятный успех, мне непонятный, мы знаем, Стас Михайлов, Вайнер, которые пришли снизу. Они в телевизоре, опять же, вот этот термин, в телевизоре, появились уже, будучи народными любимцами. Телевизор их позвал сам. Да, позвал их рейтинга ради. То есть это, условно говоря, не Дима Билан, который пришёл. То есть это продюсерский проект. Эти проекты народные. Поэтому существуют, ну, какие-то народные проекты, и существуют проекты для элит, в том числе элиты интеллектуальные. Для кого должно работать всё-таки? То есть вот телевидение, мы начали с телевидения. Каждому своё, но... Ну, я как бы, я понимаю, что вот эта фраза, она вызывает определённые ассоциации. Не надо, это из Библии. Это потом они уже заимствуют. Ну, тем не менее, ассоциации вызывает. Ну, да, но каждому своё. В своё время ваш добрый знакомый запустил, сделал великолепный концерт Гарику Сукачёву юбилейный. Прекрасный, со стереозвуком. Два часа, пусть это не самое рейтинговое время, но вся сторона прилёд, а потом его ещё и повторили. Это была чума просто. Можно любить, Гаррика Иванович, можно не любить, можно любить. Это было самое... А, прошу прощения, это важно. Живой звук. Причём очень классный. У меня такая мысль закралась. Это было год три назад, он начинал. Мысль закралась. Ну, чё, вот что-то как-то... Вот, может, что пойдёт? Не пошло, нигде, ничего не пошло. А Сукачёв, это как раз пример... Исключение справа. Да, потому что он как раз на стыке. У него ведь... Он народен, народен. Да, у него ведь, как у Владимира Семеновича Высоцкого, у него многослойная речь, потому что Высоцкого с упоением слушали и алкоголики, про которых... И академики. И в одном и том же продукте, извините, в одной и той же песне каждый слышал что-то своё. То есть, кто-то воспринимал это в лоб, кто-то видел фигу в кармане, кто-то видел и там красивый рисунок. Поэтому Сукачёву удаётся делать вот эти вещи. И таких немного у нас. Мы выходим на очень... Не очень интересно, потому что на обычный вопрос задаётся постоянно. Понятное дело, что всё, что Вы должны, Вы должны самому себе. Ну, может быть, ещё кому-то или чему-то, это Ваши личные. Но вот как журналист... Нас постоянно просто об этом спрашивают всех. Мы должны воспитывать там в курсе, ещё что-то? Или мы должны обслуживать, развлекать? Нет, мы должны, конечно... Формировать мы должны, нет? Думаю, что да. Думаю, что я много лет, по-моему, лет 20 назад у нас была беседа именно на эту тему с Дмитрием Дебровым. И как раз тогда, вот, я сам задал этот вопрос, и на него тогда мы с Дмитрием не смогли ответить. Сейчас? Сейчас, я считаю, что просто обязаны. Ничего. На самом деле. Потому что должен быть какой-то смысл нашей профессии. Должна быть какая-то миссия. Всё-таки вот без миссии сложновато уже. Во всяком случае, может быть, опять же, это возрастное у меня. Не исключаю. Но считаю, что да, что просто-просто вот обязаны. Я понимаю, конечно, что вот этот речь за то, что настоящий репортер, он без всяких оценок, он приехал, то, что увидел, то и доложил. Ха-ха-ха. И всегда должна быть интонация, всегда должна быть оценка. Она не должна быть кондовой, она не должна быть такой голубовой, как это было, там, ну, не знаю, в советской, скажем, прессе, когда вот это просто вот было совсем неизящно. Слава богу, что это было только в советской прессе. Слава богу, что сейчас мы этого не наблюдаем. Нет, ну, в советской прессе это было повсеместно. Повсеместно, да. И это было совсем грубо. Да, и по-другому не могло быть вообще. Да, и это было совсем в лоб. Ну, в принципе, я расстался с иллюзиями о том, что вот может быть объективная журналистика, она должна быть субъективной, потому что мы с вами, Игорь, субъект. Так это неинтересно. Да. Если не субъективно. 30 секунд. Я прошу прощения, и здесь дело не в возрасте, а в опыте. А что вы скажете молодым, кто приходит в профессию? А, вы знаете, я молодым бы, вот в целом молодым, как классу, ничего бы не сказал бы. Я каждому конкретно, что-нибудь с ним пообщавшись, нашелся бы сказать, а вот как классу нет таких, просто вот класса молодых. Да. Опять же возвращаемся. Мы был большой, единый, только замятинский. Евгений Додалев был у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Спасибо.